МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами вновь программа Квадратные метры и я, ее ведущий, Владимир Средиаков. Сегодня мы расскажем о последствиях плохого ремонта на улице Уборевича, 10-Б, и о том, к чему ведет отсутствие водосточных труб. Также вы узнаете много полезного о том, как сделать договор управления реально работающим и зачем приватизировать жилье. Сюжеты на эти и другие темы смотрите в ближайшие 15 минут. Жалобы на некачественный ремонт, выполненные за федеральные средства по программе фонда ЖКХ, к сожалению, частое явление. Один из таких сигналов поступил от жителей Уборевича, 10-Б, которую уже два года наблюдают разрушение отремонтированного фасада. Как заставить подрядчика исправить недоработки и куда жаловаться, если исполнители закрывают на проблему глаза? Уборевича, 10-Б, дом 1917 года постройки. Отлично сохранился бы до наших дней. Но в 2012 году здесь был проведен капитальный ремонт фасада по 185-му федеральному закону. В тот же год стены стали осыпаться. Дождь после обильных осадков идет по фасаду, идет его разрушение, отслаивание штукатурки, разрушение асфальтного покрытия, что в принципе может привести к печальным последствиям в виде того, что штукатурка просто упадет на кого-нибудь и все. Такое происшествие едва не случилось, когда над балконом одной из квартир отвалился большой кусок штукатурки. По словам жильцов, в ходе ремонта были демонтированы водостоки, поэтому дождевая вода течет прямо по фасаду. Управляющая компания обратилась к своему подрядчику, который занимался, это ООО «Альянс Принт». И они дали гарантийное письмо о том, что ремонт будет проведен в апреле-майе 2014 года, уже когда наступит положительная температура. Но, как мы видим сейчас, никакого ремонта произведено не было. Но что касается, что интересно, управляющая компания, они говорят, что подрядчик провел ремонт, но документы никакие предоставить по этому поводу не могут. Жители ищут законный способ повлиять на подрядчика, общество с ограниченной ответственностью «Альянс Принт» и заказчика, управляющую компанию Ленинского района. На ряд наших вопросов УК Ленинского района ответила в письменном виде, отказавшись дать пояснение на камеру. На вопросы, осуществлялся ли предусмотренный требованиями законов технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту, и почему претензии к компании «Альянс Принт» по качеству ремонта не были устранены в течение гарантийного срока, управляющая компания прислала три документа. Гарантийное письмо, где сказано, что устранение неполадок будет осуществлено в апреле-майе 2014. Письмо подрядной компании об устранении дефектов и акт приемки выполненных работ. Но, как сообщили жители дома, повторного ремонта они не видели. По словам специалистов, этот акт не соответствует требованиям жилищного кодекса. Он должен быть по форме КС-2, локально-ресурсный смертный расчет, где прописываются все объемы работ и их цена. Эксперты уверены, отсутствие такого документа – преступление. У Бореевича 10-Б. На него было выделено из средств фонда содействия реформирования ЖКХ 2 651 981 рубль. Должны были сделать 1923 метра квадратных фасада. Себестоимость мокрого фасада с рентабельностью 30-70%, 350-500 рублей за метр квадратный. В этом случае считаем, сколько стоил квадратный метр того мокрого фасада, который сейчас осыпается, получилось 1379 рублей за квадратный метр. То есть видим завышение явно цены работы в 2-2,5 раза. Кроме этого, в акте приемки выполненных работ должна стоять подпись заказчика, подрядчика и представителей администрации города Владивостока. Последние в силу требования 185-го федерального закона обязаны проверять объемы и качество работ. Но в акте по капитальному ремонту фасада у Бореевича 10-Б подписи от представителей муниципалитета нет. Юристы считают это серьезным нарушением. Я считаю, что этим вообще должны заниматься правоохранительные органы. С моей точки зрения, это уход от ответственности за некачественно сделанный ремонт в городе Владивостоке. А у нас везде и всюду он некачественный. Везде и всюду он через 2 года начал обсыпаться. По истечении срока гарантийного на этот ремонт. А он обычно почему-то год ставился. Жителям пострадавшего дома специалисты рекомендуют затребовать от управляющей компании все документы по ремонту, чтобы понять, какие работы все-таки провели с их фасадом и на какую сумму. После этого написать коллективное письмо в прокуратуру с описанием ситуации и просьбой обязать уклоняющихся лиц выполнить свои обязательства по договору. Если верить статистике, каждая третья квартира в России не приватизирована. Что дает и к чему обязывает приватизация, разбирались наши корреспонденты. Компания по бесплатной приватизации жилья продлена в России до марта следующего года. Но желающие оформить собственность свои квадратные метры спешат это сделать уже сейчас. Александру Тюльневу даже пришлось подождать в своей очереди в агенции по продаже муниципальных земель и недвижимости. У меня мать вышла замуж и оставила квартиру нам с братом. Мы с братом решили, что на меня будет лучше ее приватизировать, потому что более ответственные там не знают. Вот. Ну то, что я буду собственник. Квартира будет принадлежать мне и никаких проблем не возникнет. Чтобы продавать, менять или дарить жилье с муниципалитетом заключается договор на передачу квартиры в собственность граждан. Для этого участники приватизации и приходят в муниципальное агентство. И затем уже оформленное право регистрируют в региональном управлении Росреестра. Здесь отмечают, за последний год количество зарегистрированных договоров о приватизации выросло почти в два раза. В 2015 году на 43% заявлений поступает больше на основании договора передачи квартир в собственность граждан. Это составило на момент дачи информации 4444 единицы. Однако это количество заявлений каждый день увеличивается на 20-30 дел. Стать собственником значит получить не только права, но и обязанности. Это текущий капитальный ремонт, содержание жилья, налоги на жилую площадь и землю. Для некоторых такие расходы оказываются непосильными. В помощь таким гражданам закон о введении в действие ЖК России предусматривает расприватизацию. Это возвращение приватизированного ранее жилья государству, когда бывшие собственники снова заключают договор о социальном найме с местной администрацией. Если квартира в собственности 3-4 человек, то они должны прийти лично все к нам в учреждение и подать заявление на расприватизацию квартиры. Но здесь есть маленькое одно «но». Если в числе сособственников находятся несовершеннолетние дети, то есть дети до 18-летнего возраста, то необходимо получить разрешение органов опеки попечительства. По данным Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости, во Владивостоке расприватизация не пользуется популярностью. Это скорее вынужденная мера. Это часто бывает после разводов и переездов. На 200 тысяч приватизированных квартир приходит за всего 34 процедуры возврата недвижимости. Могу сказать, что из 34, например, я думаю, что процентов 40 – это расприватизация на основании решений судов. Сейчас в Госдуме рассматривают специальный закон о деприватизации. Документ предполагает ограничить круг тех, кто сможет бесплатно вернуть жилье государству. Это разрешат делать только малоимущим. Зато расприватизировать можно будет не только приватизированное жилье, но и подаренную или купленную квартиру, а также, например, полученную по программе переселения из аварийного жилья. Неисполнение или нарушение требований договора управления – еще одна распространенная причина жалоб собственников жилья. В отдельных ситуациях специалисты советуют – расторгайте неустраивающий вас договор и заключайте новый. Типовой вариант договора, гарантирующий права собственников, разработало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Члены Совета дома по улице Шошина 9 Ирина Леоненко и Нина Цирульникова любят порядок и желают жить в чистоте. Именно поэтому им пришлось взять на себя тяжелый труд добиваться от управляющей компании исполнения обязанностей по договору. Заборчик нам сделали от рождения. Ну, желали, конечно, бы получше мы, но все дело в том, что нам его включили в текущий ремонт. Благоустройство места общего пользования двора включено в текущий ремонт. В этом году подъезд не мыли ни разу. По графику первый этаж должен мыться каждый день. Если бы все делали как положено, соблюдая договор, мы бы вообще не совали никуда нос. Основная претензия собственников к управляющей компании – непрозрачность работы и неподконтрольность расходования средств. По договору у нас управляющая компания имеет право брать 10% ну как, на развитие фирмы, компании. Ну, если у нас получается где-то в год миллион двести, ну, я не беру там, платят, не платят, я чисто говорю, мы должны заплатить миллион двести. В предложенном управляющей компанией «Атлант» договоре много пунктов, которые не соблюдаются. В частности, отчетность или работа с должниками. Кроме того, многое не соответствует действительности. Например, ремонт дощатых полов и деревянной кровли, которых нет. Приготовление ушедших в прошлое стекольных замазок. Все говорит о том, что договор для управляющей компании – фикция или формальность. Вопросы, они все мелкие как будто, мелкие все. Ничего невозможно решить. Решили только. Ремонт сделали в подъезде и сделали мусорокамеру только благодаря школе-управдон, куда мы стали ходить и обращаться, и жилищной инспекции, потому что в прошлом году приходили жилищные инспекции, написали предписание компании. Она стала делать что-то после этого. Понимаете, это очень тяжело. Так не должно быть. Эксперты рекомендуют скорректировать договор с управляющей компанией, либо полностью его расторгнуть и заключить новый, в котором все спорные моменты будут учтены. Лучшим на сегодня считается договор, разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это начиная от того, каким образом будет управляющая компания, производить ремонты, как самый главный фактор, скажем так, от правоотношений. Дальше, в каком объеме это будет происходить, взымание денежных средств, на что в первую очередь будут уходить эти средства. И также ответственность управляющей компании. Если в случае она что-то не сделала или не сделана надлежащим образом, здесь предоставлен в качестве приложения акт о снятии начислений за непосредственно услуги управляющей компании. Ну и, соответственно, почитав этот договор, каждый собственник, скажем, будет так уже более грамотным. Кроме акта о снятии начислений, в договоре Минстроя много других важных приложений. Сейчас документ рассматривается городским общественным советом по услугам ЖКХ. Уже в начале июня его текст обещают опубликовать на сайте мэрии Владивостока в разделе «Помощь собственнику». 12 мая в столице Приморья начались гидравлические испытания, а с ними и отключение горячей воды. Энергетики намерены провести их в четыре этапа и обещают закончить 8 июня. Подробнее о том, зачем нужны испытания и как они будут проводиться, расскажем в следующем сюжете. Едва закончился отопительный сезон, а энергетики уже готовятся к новой зиме. Прежде всего ремонтируется основное оборудование. На Артемовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ-2 ремонтируют турбогенераторы. На Котельных Северная и Вторая Речка приводят в порядок катлоагрегаты. Если об этих работах узнают немногие, то ремонт магистральных сетей заметят все жители многоэтажек. Приносим свои извинения за неудобства в момент проведения гидравлических испытаний по отсутствию горячего водоснабжения. Но эта мера крайне необходима для того, чтобы зимой у нас в квартирах было тепло и не было никаких перебывок в теплооснабжении. Гидравлические испытания или опрессовку проводят холодной водой под давлением на 25% выше рабочего. Во Владивостоке испытания начались 12 мая и проходят поэтапно. При этом срок отключения от горячего водоснабжения в этом году сокращен до одной недели. С 12 по 20 мая горячей воды не будет в Советском и части Первореченского района. С 18 мая отключат полуостров Чуркино. С 25-го – центр от Первой речки до Егершельда. С 1 по 8 июня будут отключены улицы Фадеева, Луговая, Светланская и Пушкинская. Вместе с магистральными сетями, принадлежащими ОАО ДГК, опрессовку распределительных и квартальных трубопроводов проведет и Владивостокское предприятие электрических сетей. За это время энергетики смогут проверить работоспособность системы и выявить поврежденные участки теплотрассы, которые подлежат ремонту. В этом году перекладка тепловых сетей у нас планируется в объеме 4,5 км. Это улица Енисейская, Жигура по городу Владивостоку, улица Борисенко, Верхнепортовая, Комсомольская, Хабаровская по городу Владивостоку и улица Центральная по городу Артем. Нередко, кроме неудобств с отключением воды, перекладка труб означает для жителей разрытые газоны и поврежденный асфальт. Нужно иметь в виду, что подрядчик, проводящий земельные работы, обязан восстановить внешний вид придомовых территорий, а приемка благоустройства после окончания работ – функция местной власти. На производство земляных работ оформляется ордер на производство земляных работ в администрации города. И по окончании работы подрядчик, производивший эти работы, он сдает, он предъявляет эти работы. Если после работ на трубопроводах в вашем районе газоны, транспортные и пешеходные участки останутся неблагоустроенными, звоните в редакцию программы «Квадратные метры» 221-4011. Подыскивая новую квартиру, мы выбираем еще и этаж, на котором предстоит жить. Этаж влияет на многие важные вещи – комфорт, здоровье, безопасность и даже настроение. Кто-то не любит жить выше деревьев, другие не желают спускаться на землю и терять вид из окна – мне немного, а плюсы и минусы у каждого этажа свои. Риэлторы говорят, самые популярные – это нижние, с первого по четвертый и верхние, с восьмого по восемнадцатый этажи. Квартиры на первом этаже обычно на 10-15% дешевле. Тут и шум, и пыль. Опять же, сосед снизу – сырой подвал. Но есть и плюсы. Тариф для двух нижних этажей за содержание жилья обычно меньше. И в случае пожара можно быстро ретироваться. Идеально для пожилых людей. Например, если дом пятиэтажный и не существует лифта. Опять же, им тяжело спускаться, и поэтому предпочитают первые и вторые этажи. Если это дома элитного типа, в основном первый и второй этаж более красивые виды на природу. Верхний этаж выбирают редко, особенно в старых многоэтажках. Тут возможны течь с крыши и недостаточный напор воды. За счет этого и цена оказывается меньше. Зато в новостройках теперь есть технический этаж, а значит никаких протечек или воров с крыши. В таких домах последний этаж, наоборот, самый дорогой. Но если сломается лифт, затащить мебель или технику будет сложно. Следующая категория – этажи с 18 по 16. Там обычно самые светлые квартиры. И вид здесь хороший. Семья Исаевых уже два года живет на 16 этаже в 24-этажном доме. И нарадоваться не может. Мы на 16-й этаж переезжали с первого. Первый был очень низко. И как раз напротив первого этажа была гора, горка. Поэтому вид был не очень. И переходя с первого на 16-й, это было просто восхитительно. Это очень светло, потому что солнышко всегда, ничего не загораживает солнечный свет. Ярко, казалось очень просторно и будто бы дышалось легче. А вот с 4 по 7 этаж в новых высотках селятся неохотно. Чего не скажешь о старых многоэтажках. Здесь это самые популярные варианты. И квартиры на средней высоте стоят дороже других. Однако, по мнению специалистов, этажом можно и пожертвовать в пользу района или конкретного дома. В конце концов, важнее вида из окна, удобное расположение дома и уютная квартира. Это все материалы на сегодня. Надеюсь, они пригодятся вам в нелегком деле управления общим имуществом дома. Заходите на сайт otvprim.ru. На странице нашей программы можно найти все ее выпуски. Телефон редакции вы видите сейчас на экране. И на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин